Итак, сезон 2011, Турция с вылетом из Магнитогорска завершен. Нет, конечно, хотелось бы, чтобы Турция из Магнитки для нас была открыта круглый год, ибо, поверьте, Турция это не только теплое море 9 месяцев в году. Здесь вообще можно еще и познать немалое, особенно для христиан, чьи ценности на протяжении веков бережно хранились Османской империей, а затем уже и Турцией. И поверьте, ни за одно, ни за две, ни даже за десяток туристических поездок вы Турцию не откроете. Но Магнитка это не Уфа, хотя расстояние всего 300 километров. Уфа, естественно, летает круглый год, не выводы. Пегас в очередной раз сделал нам подарок. И несмотря на хронический идиотизм россиян при малейшем экономическом пуке тупо скупать валюту и тырить бабки по матрасам, мы ездили в Турцию. При этом, наконец, полетели все слои населения, и пенсионеры, и металлурги. Кто выиграл? Да тот, кто не скупился на себе и выбрал фирменный пегасовский прием, как мы, например, прием истинно царский. За время нашего отсутствия на родине, то есть вот за эту неделю, в мире произошло очень много событий. Ну, вы сами все знаете, о негативных мы говорить не будем, потому что мы все-таки на отдыхе, хотя и на работе, и должны нести вам хорошее настроение. О позитиве. Это свадьба внука ее величества, королевы Великобритании, принца Вильяма. И вот некоторые ассоциации произошли и с сетью Пегас Туристик. То есть те отели, которые мы смотрели, в их названии очень много от королевского. Роял, Мэджести, Квин, ну, ассоциации ассоциациями. А некоторые выводы сами собой напросились. Ну, во-первых, под крылом Пегас Туристик ваш отдых все равно приобретет оттенок королевского. Какой бы он ни был, допустим, молодежный или вдруг семейный, или, слава богу, свадебный. Ну, во-вторых, путешествие в Турцию всегда заканчивается лукумом. Но вот этот с королевским вкусом. Те семь дней, которые мы провели в этом рекламнике, мы ровненько так намазали на вкусный бутерброд. И давали его вам попробовать в течение полугода. Вкусно получилось. Да вот мы только не наелись. Ведь отдыхать-то одно, а работать-то другое. Но в этом-то и специфика телевизионной работы. Увидеть, попробовать и не наесться. Потому как если обожраться, то во второй раз и не захочется. Но нам хочется в Турцию. И будучи там десяток раз, хочется еще раз. Еще куда-нибудь, вместе с Пегасом. И пусть даже с вылетом не из Магнитогорска. Хотя, давайте летать с магнитки. Тут нужно только ваше желание. Ну, а шикарное гостеприимство, вот эти вот безалкогольные напитки, королевское кресло и нос, измазанный лукумом, предоставлены отелем Гранада Сьют, который мы вот сейчас и посещаем. Все одним планом, как всегда. И, как всегда, нет времени, чтобы просто отдохнуть. Ну, вот так вот. Если не Пегас туристик, как вы думаете, что бы мы делали? Ну, показывали вам, наверное, магнитогорские будни. Хотя, настоящие магнитогорские будни, ну, будни 10 тысяч человек, они вот такие. С гранатным соком, естественно. Мы же ничего не пьем здесь. Волон Крузев, в 5 Старс и во всем остальном. Почему мы не пьем? Ну, во-первых, 80% производимого в мире алкоголя мы уже попили. И удивить нас нечем. Во-вторых, лучше трезвым взглядом и из-за руля смотреть и видеть, как грамотно развивается государство, для которого туризм еще 20 лет назад не был необходимым звеном экономики. Да и сейчас, если честно, промышленно развитая Турция обошлась бы и без туристов. Но какой всплеск во всех смыслах дали мы, немцы, англичане и французы, а также десятки наций, выбравших комфортный отдых этим местам. Разумно ухоженная природа становится еще лучше. Море на всем протяжении, от Алани до Текирова чистейшее. Отели лучше год от года. И, честно говоря, конца и края этому развитию не видно. Потому как трудолюбивая нация с тысячелетней историей умеет и созидать, и хранить. Чему бы многим надо поучиться. Вот в завершении нашего повествования хотелось бы напомнить, что Турцию сравнивают с Лазурным берегом. Вы внимательно посмотрите на карту. Анатолийское побережье, ну, Средиземноморское побережье Турции, это всего... Ну, если брать всю Турцию, то это вот такая территория. Это вот территория примерно Лазурного берега. Франция, Монако и все остальное. Только там нету двухсоткилометрового отрезка. От Анталии до Текирова. От Алани, простите. Так что очень скоро все понты Лазурного берега просто закончатся. Конечно, куда я все это вставлю, понятия не имею, но постараюсь. Так же, как постараюсь показать вам, что вот так вот Талия на All-Inclusive появляется. Работа такая. Теперь про то, что ожидать от Турции. Ну, во-первых, у меня вот ремонтик есть, он немножко такой одаренный товарищ. Так вот, он половину квартиры мне в Ламинате делает. Вы где-нибудь видели половину отеля в Ламинате? Ну, вот такой отельчик есть. Гранада. Там много чего. С названиями путались. Так вот, половина отеля наружная его часть в Ламинате. То есть, с фантазией турок все в порядке. Если у вас фантазия, где отдыхать, либо это домик в деревне, на который вы тратите бесконечное количество денег, нервов, бензина и всего остального, либо это Турция. Выбирайте.